Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Секретарь Шаляпина по имени Петр часто пытался оберегать великого певца от назойливых журналистов. Как-то в гостиницу к Шаляпину пришел известный театральный критик. Петр встретил его, сказал, что Шаляпин сейчас очень занят, но что на все вопросы может ответить он. Критик спросил, каковы планы маэстро Шаляпина на ближайшее будущее. Петр начал излагать. Сначала мы едем в Милан, где будем петь в Ласкало. Затем в Лондоне дадим концерт в честь короля Англии. Потом тут из соседней комнаты прогремел Шаляпин. Петр, все отлично. Только не забудь меня с собою взять. В начале 30-х годов, после одного из благотворительных концертов, Шаляпин заехал в один из русских кабачков. Там выступала оркестр балалайчников, и солист затянул стейп да стейп кругом. Шаляпин начал тихонько подпевать. Вдруг из-за соседнего столика один господин закричал. Перестаньте петь! Безобразие! Как вы себя ведете! Господину что-то шепнули, и он поперхнулся. Однако еще более сканфуженом выглядел Шаляпин, ведь впервые в жизни его попросили прекратить петь. Известный советский певец Леонид Утесов примерно так вспоминал о том, почему он перестал ездить в родную Одессу. Выступаю я в Одессе. Естественно, шумный успех. Выхожу из актерского подъезда, сажусь в машину и мечтаю о том, как приятно я проведу предстоящий вечер. Вдруг перед машиной возникает растрепанная женщина с маленьким мальчиком. Водитель останавливается. Женщина распахивает дверцу автомобиля, показывает на меня пальцем и говорит мальчику. Сеня, смотри сюда! Это Утесов! Когда ты вырастешь, он уже умрет! Я захлопнул к двери автомобиля и больше не приезжал в Одессу. Аплодисменты